Всем доброго дня, с вами Владимир Левченко. Глобальные финансовые рынки, похоже, привыкают к той турбулентности, которую мы наблюдаем в последнее время. И если в пятницу вечером на новостях о том, что сразу большое количество стран рекомендовало своим гражданам покинуть территорию Украины, мы видели, что рынки начали действительно делать ставку на опасения начала военных действий. То есть если до этого влияния конфликта, ну пока, как в истории с холодной войной в свое время, все это касалось только российских активов, ну и цены на нефть, ну а нефть продолжила расти, сейчас уже около 96 долларов стоит бочка, это новые многолетние максимальные отметки, то вот начиная с пятницы мы видели, что эта история распространилась и на другие активы. Ну прежде всего золото, да, и золото вчера продолжило расти, приближается к отметке в 1900 долларов за тройскую унцию, несмотря на то, что реальные процентные ставки, да, долгосрочные в Соединенных Штатах уже вышли на положительную территорию, ну правда пока там какого-то дальнейшего роста мы не наблюдаем. Вчера американский фондовый рынок, если смотреть на основные индексы, торговался разнонаправленно, мы видели, что промышленный индекс Доу Джонса потерял около половины процента, но высокотехнологичный NASDAQ даже вырос на 0,1%, а сейчас такая же динамика сохраняется, фьючерс на S&P торгуется нейтрально, фьючерс на NASDAQ торгуется в небольшом плюсе. Азиатские рынки тоже разнонаправлены, индекс биржи Гонконга продолжает оставаться под давлением, он теряет около 1%, но в континентальном Китае мы наблюдаем рост, в целом азиатском регионе тоже нет однозначной картины. Что касается российского рынка, то накануне индекс РТС снизился, но опять там мы наблюдали волатильность, в Нью-Йорке торги закрылись ростом по крупнейшему ETF, ну и сейчас фьючерс на индекс РТС растет, причем растет достаточно активно, ну практически 2% прибавляет, но мы при этом видим продолжение обвала на долговом рынке, причем как на внутреннем, так и на внешнем. Что было важно, вчера состоялось экстренное заседание Американского Центрального Банка, а вот зачем они собирались, что они там делали, на текущий момент непонятно. Обсудим эту историю и в целом ситуацию на глобальных рынках, с нашим экспертом у нас на связи Григорий Жирнов, главный экономист ВТБ МАИ Инвестиции. Григорий, доброе утро. Здравствуйте, Владимир. Зачем вообще ФРС собирался, вот вы поняли? На самом деле да, здесь нужно все-таки отметить, что это вот было не внеочередное заседание открытого комитета ФРС по ставке, по ключевой ставке, которая постоянно проходит в соответствии с определенным графиком, это все-таки было заседание Совета управляющих ФРС, которое проходит периодически, такое же заседание было в декабре, такое же было в январе, и на нем обсуждаются обычно операционные вещи и условия предоставления ликвидности банкам, то есть в принципе обсуждается операционная процедура ДКП, то есть как сделать так, чтобы ставки на денежном рынке, на банковском рынке США соответствовали тому уровню, который таргетирует ФРС. Поэтому сам факт проведения вот этого заседания в принципе не является каким-то экстраординарным. В этом смысле, наверное, рынок больше напугали СМИ, некоторые аналитики, которые в принципе никогда не обращали внимания на такого рода собрание ФРС, оттуда вдруг решили обратить, но понятно, что вот это было еще одним, знаете, поводом обсудить текущую ситуацию, инфляция в США все-таки высокая, рынок труда весьма сильный, поэтому в принципе Совету управляющих Федрезерва действительно есть что пообсуждать, и возможно вот на этом собрании вчера они выбрали какую-то риторику, да, сигналы, которые будут транслировать рынком в преддверии мартовского заседания уже по ключевой ставке. Ну то есть это было обычное проходное заседание, и пока мы с вами толкну не знаем, что они там собственно делали, правильно? Абсолютно верно, да. Ну то есть поэтому и нет каких-то комментариев. Ну здесь, конечно, неудивительно, да, при той инфляции, которую мы имеем, да, тут вот одна из наших коллег тоже у меня в эфире сказала как-то, что временные факторы, да, разогнали инфляцию в США до 40-летнего максимума, да, в Европе вообще до максимума за всю историю наблюдения, ну то есть за всю после Второй мировой войны историю. Вот насколько вот эти факторы временные, да, и что будет делать, на ваш взгляд, ФРС, и как это все отразится на рынках, потому что вот то, что я вижу вот прямо сейчас, да, а у нас есть по сути единственный маркер, да, единственный предикт по процентной ставке, ну такой четкий и надежный, это доходность по трехмесячным векселям. То есть он вот, вот если доходность по трехмесячным векселям действительно двигается, ну значит все, Федрезерв будет делать вот так. Если, что бы там не показывали фьючерсы, ну как мы знаем из практики, они очень волатильны, и сегодня одно показывают, завтра другое. Ну вот доходность по трехмесячным векселям, я смотрю, сейчас 0,42 уже, да, что как бы заметно ближе к половине процента, да, чем вот к четверти. Ну, вы знаете, вот стоит отметить, что все-таки действительно в начале вот ключевым фактором ускорения инфляции в Штатах был там и рост цен в сырьевом секторе, и рост в тех секторах, которые пострадали от пандемии. Мы видели там ротацию спроса с услуг в товары длительного пользования, проблемы с цепочками поставок, и это действительно выглядело все-таки как такой временный фактор, но сейчас мы видим, что последние там 2-3 месяца данные показывают, что инфляционное давление распространяется уже на широкий круг товаров и услуг. Мы видим, что начинают догонять как бы те сектора, которые существенно отставали по росту цен, ну вот, например, медицинские товары. И вот, в принципе, сейчас, если убрать все вот эти волатильные компоненты, какие-то одномоментные факторы, то все равно устойчивый инфляционный импульс в Штатах где-то на уровне 4,5%. То есть это, понятно, очень много. И, конечно, на этом фоне Федрезерв не может не менять свою риторику, не планировать повышать ключевую ставку, поскольку мы видим и рост инфляционных ожиданий, и рост заработных плат из-за того, что рынок труда в Штатах становится таким уже близким к перегреву. Вот, так что, конечно, Федрезерв будет повышать ставку. Скорее всего, в марте мы увидим повышение на 50 байсных пунктов, но действительно рынок уже это запрайсил. Вот если посмотреть как раз на фьючерсы, о которых вы упомянули, то там уже прайсится ставка на уровне 1,8 к концу года. И, в принципе, наверное, вот если мы посмотрим на предыдущие циклы ужесточения Федрезерва, то как раз именно фьючерсы на ставку Федфанс были лучшим предиктором того, что будет делать ФРС. История показывает, что ФРС, как правило, следует за рынком, и вот все-таки лучше всего действия Федрезерва предсказывают именно фьючерсы на ставку Федфанс, но при этом кривая, если мы посмотрим на UST, на УИС, становится более пологой. Спред между 10-летними и 2-летними бандами сейчас на уровне 40 базисных пунктов в два раза ниже, чем он был еще месяц назад. И таким образом, если данные будут выходить еще хуже, инфляция будет еще выше, то, скорее всего, рынок начнет прайсить потихоньку уже сценарий такого резкого замедления экономики и кривая вполне себе может стать инвертированной. А вот насколько это вероятно? Вот на ваш взгляд. Потому что то, что я вижу, экономика тормозится достаточно серьезно, долговой рынок об этом говорит. В нашей стране, в других развивающихся странах мы видим вообще уже многие месяцы инверсию кривой на доходности, и рынок пока не верит же в рецессию. Ну, я думаю, что сейчас от инвертированной кривой в Штатах спасают еще и комментарии о том, что Фет может начать продавать бумаги с баланса своего. То есть не просто сокращать баланс за счет выгашения бумаг, но и продавать их с баланса. Это, возможно, поддерживает доходности на дальнем конце кривой. Но если мы посмотрим, опять же, на кривую ОИС, то здесь спред между 5 и 30 годами, он уже отрицательный. То есть, на самом деле, если дальше рынок будет прайсить еще более жесткий Фет, то мне кажется, что вариант инверсии исключать вполне себе нельзя. Ну да, и, соответственно, рецессия при высокой инфляции, при еще и жесткой денежно-кредитной политике, ну это же совсем грустно для фондового рынка, насколько я понимаю. Причем не просто грустно, это фактически ситуация, которой еще не было никогда. Спасибо огромное. Григорий Жирнов, главный экономист ВТБ Инвестиции, был у нас на связи. Ну а буквально через несколько минут откроются основные торги на московской бирже. Ну и, как мы понимаем, судя по фьючерсам, откроются они резким ростом индекса РТС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова